Помоги мне убрать его. Нет, нет. Нет? Нет. Розита не сдвинется с места. Его нельзя трогать, потому что оно стоит на одинаковом удалении от туалета и кухни, и под идеальным углом к Стиви. Стиви — это телевизор? Тебе что-то не нравится? Нет. Ах ты, дрянь. Если хочешь подзаработать, можешь попробовать свои силы в телемаркетинге, как мои знакомые. Надеюсь, это проще, чем работа на телефоне, которой я занималась в прошлом году. Не придется то и дело говорить, что я кого-то шлепну. Что? Можно подумать, ты ни разу не звонил. Джо! Полный пакет. Пиво еще холодное. Должно быть, здесь произошло нечто ужасное. Нет, 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 нет. Стиви, меня здесь не было. Мое кресло. Если кто-нибудь спросит, тебя зовут Паразита. Она исцелилась. Она исцелилась. Странно. Ничего странного. Это чудо. Я только что приобрела ленивца три тысячи. Вот здорово, класс. Почему ты решил его купить? Долго рассказывать, но я сломала кресло Джо. Это ты его сломала? Да. Я думал, я его сломал, поэтому поменял на свое. Так вот, как оно починилось. А ты что думала, что его починили эльфы? Нет. Ангелы. Я забираю свое кресло. Что? Оказывается, оно не до конца исцелилось. Да. Значит, теперь это мое кресло. Он забыл свой мобильник. А если он позвонит на свой телефон, чтобы узнать, кто его нашел, я отвечу, мы поговорим, полюбим друг друга. Здорово будет, правда? Как в сказке. Эры цифровых технологий. Да, действительно здорово. Пойду возьму телефон. Я быстрей. Я нахальней. Давай посмотрим, чьи имена есть у него в записной книжке. Может, какие-то имена у нас совпадут? У кого первого совпадет, тому он и достанется. Согласна? Первый номер в книжке – мамин. Я потеряла маму из-за самоубийства. Одним и тем же способом ты не получишь и классного парня, и последнюю булочку с черника. Я уже это говорила сегодня, извини. Ты украл телефон. Неправда. Значит, если я наберу его номер, он не зазвонит. Нет. Пока ты его набираешь, я хочу показать тебе свою новую сумочку со звонком. Работает. Раз, два, три, четыре. Вы знаете эту песню? Подпевайте. Ну что? Нет. Я сотни розыгрышей знаю. Например, берешь четвертак и красишь ребро в черный цвет, а потом говоришь кому-нибудь, спорим, ты не сможешь скатить четвертак со лба на подбородок и не уронить его. А когда человек это делает, у него на лице остается жирная черная полоса. Ух ты! Покажи, а как это делается? Со мной весело, Бен, но я не дура. Привет, Рэйчел. Не делай так. Не делай так. Я серьезно, твой папа не любит розыгрыши. Я серьезно, твой папа не любит розыгрыши. Вот черт. Вот черт. Нет, не говори так. Не говори так. Черт. Лучше повторяй за мной. Черт. Проклятие. Рэйчел, что ты здесь делаешь? Зашла навестить свою лучшую подругу Кэрол. Лучшую подругу? Да. Как ее фамилия? Кэрол лесбиянка. Точно. Моя категория. Я знаю. Рэйч приготовил? Да, речь в норме. Смешно преграть с доступом? Запомни, если выиграешь, ты должен меня обнять. А за зад прихватить можно? По телевизору? Да. Мыло получает... Гэвин Грант из «Молодых и отчаянных». Коакола. Свадьба уже так скоро, ты нервничаешь? Да, но в глубине души мне хотелось бы, чтобы она побыстрее прошла. Мы с Чендлером договорились не заниматься сексом до свадьбы. Никакого секса? У меня такая договоренность со всеми женщинами Америки. Замечательно, но есть еще кое-что. Для режиссера очень важна реалистичность в вашей ссоры и любовной сцене. В общем, режиссер настаивает, кто бы ни играл эту роль, он не должен быть евреем с анатомической точки зрения. Ты меня понимаешь? Да. Нет, то есть... То есть, чтобы получить роль, ты не должен быть... Нет. Но ты так кончишься? Им сказал, что нет? Именно. Ты уверен, что у тебя ничего не осталось? Не считай меня сумасшедшей, но думаю, тебе можно помочь. Фэшен. Как? Ну, точно пока не знаю, но первое, что приходит в голову, это скотч и кусочек ветчины. Вы должны убедиться, что у меня нет ни ужасных шрамов, ни татуировок. Не бойтесь, у меня нечего скрывать. Любуйтесь, вот он я, каким мать родила. Вот, прошу. Наблюдайте. Честно признаюсь, раньше такого со мной не случалось. Надо учиться играть по-настоящему. А мне и так нравится. Мат. Ловко. Да. Росс Бэтмен. Ему удавалось скрывать свое истинное лицо достаточно долго. Рэчел подобрала Россу смокинг, в котором Вэлл Килмер снимался в Бэтмене. Бэтмен настолько круче Джеймса Бонда. У 0,07 самые красивые девушки. У Бэтмена есть Робин. Я хочу встретиться с твоим отцом. Вам надо поговорить, я хочу познакомиться с будущим свеклом. Мы уже обсуждали это, и я выиграл. Нет, не выиграл. Дорогой, имей в виду, когда ты женишься на мне, ты вообще выигрывать не будешь. Самое главное, что он приходил на все соревнования и болел за тебя. Значит, он хороший отец. Он занимался сексом с мистером Гарибальди. Кто такой мистер Гарибальди? Какая разница? Успокойся, тебе ничего плохого не сделают. Ничего особенного не произошло. Правда? Ты думаешь? Это я сам с собой разговариваю, тебе конец. Какое совпадение. Мне сегодня приснился сон, что меня остановил полицейский. А потом он... Лучше не буду рассказывать, что было дальше. Вы его дали? А вы, наверное, Овен? Нет. Лев? Нет. Козерог? Нет. Стрелец? Да. Я так и знала, я так и знала. Вот что я вам скажу. Не превышайте больше скорости. Не буду. И пообещайте мне, как можно скорее продлить права. Обещаю. А пока пусть он поведет машину, у него есть права. А ты что? Что ему нужно? Я ничего не делал. Добрый вечер, офицер. Вы знаете, с какой скоростью вы ехали? Нет, не знаю, но наверняка не больше 60. Вы правы. 37. Вы же не оштрафуете меня за то, что я ехал слишком медленно. Вот именно. Знаете, офицер, мне сегодня приснился странный сон. Боже! То, что я собираюсь сказать, я говорю тебе не как друг. Я говорю это как старший брат Моники. Но мы все равно друзья. В ближайшие несколько минут нет. А моим шафером ты на это время останешься? Нет. Можно называть тебя Росом? Можно. Завтра вы поженитесь. Я очень счастлив за вас обоих. Но как старший брат Моники должен сказать тебе, если ты когда-нибудь обидишь мою младшую сестру, если ты когда-нибудь сделаешь ее несчастной, я тебя из-под земли достану и надеру тебе задницу. Можешь быть уверен. Что? Я серьезно. Прекрати, я не шучу. Я понял, спасибо за предупреждение. Спасибо. Нет проблем. Мы снова друзья? Да. Разумеется. Хорошо. Ты не поверишь, что мне сказал старший брат Моники. Я тоже. Имей в виду, я поговорил с Чендлером, как твой старший брат. В чем дело? Я сказал ему, что если он когда-нибудь тебя обидит, я его из-под земли достану и надеру ему задницу. Что? Что? Почему все смеются? Я серьезно. Я надеру ему задницу. Рос, умоляю тебя. Моя душа. Миссис Бинк, познакомьтесь с моими родителями, Джулией Джек Геллером. Очень приятно. Так вы его мать или его отец? Джек. Что? Я никого из них раньше не видел. Папа, вон Рос, иди поговори с ним. Я даже не успел сделать вид, что ничего не имею против. Итак, властью возложены на меня штатом Нью-Йорк и ребятами из интернета объявляю вас мужем и женой. Подождите. А вы согласны? Согласен. Согласны. Согласны. Кольца? Черт, кольца надо надеть. Еще раз объявляю вас мужем и женой. Поцелуй ее еще разок. АПЛОДИСМЕНТЫ